Холодная волна иностранцам создали правила прохода оси в морпути. 7 марта 2019 года известия. Р. Холодная волна. Иностранцам создали правила прохода оси в морпути. Источник изображения, фото, ТАСС, Федосеев, Лев. Военным кораблям и судам придется уведомить Россию о своих планах за 45 суток. Россия берет под защиту Северный морской путь. 8. Правительство разработало правила прохода по нему иностранных военных кораблей. Документы имеются в распоряжении известий. Представители США не раз заявляли, что также заинтересованы в СМП и Россия не имеет права диктовать там свои условия. Однако с принятием новых правил ситуация изменится. Военным кораблям и судам теперь придется уведомить Россию о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт российских лоцманов. В проходе может быть и отказано, а в случае несанкционированного движения по СМП, как считают эксперты, Россия сможет применять чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожения судна. Атомный ледокол 50 лет победы в Северном ледовитом океане. Источник изображения, фото, ТАСС, Федосеев, Лев. Правила были разработаны из-за активизации в арктической зоне военно-морской деятельности различных государств. Они направлены на сохранение контроля над экологией и торговым судоходством. Буквально в среду командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скопоротти заявил во время слушаний в Сенате, что Соединенные Штаты готовы сдерживать Россию в Арктике, так как имеют в СМП ресурсную и коммерческую заинтересованность. Интересный север. Особый интерес к русскому северу США и другие страны НАТО проявляют давно и не ограничиваются словами. В прошлом году по Севморпути без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции Рона. Командир корабля тогда заявил, что целью похода было развитие наших знаний о регионе. Корабли с крылатыми ракетами на борту, проходящие по Севморпути, несут серьезную угрозу России, так как держат под прицелом фактически все военные и политические центры страны. В сложившейся международной обстановке контроль над СМП России просто необходим, заявил известием зампредкомитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По мнению президента Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николая Злобина, новые правила прохода СМП являются продолжением последовательной политики. Россия давно встречает недовольство со стороны США, Канады и целого ряда европейских стран, даже Китай претендует на доступ к Северу, пояснил эксперт. Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, прописать правила прохода СМП для иностранных военных кораблей нужно было еще вчера. НАТО и США вполне могут попытаться создать очередной очаг напряженностью наших границ. И проход французского военного корабля это доказывает, отметил эксперт. Корабли будут заходить, проводить определенное время и уходить. Потребуется следить за ними и брат на сопровождение. Такие правила. Согласно новым правилам, иностранное государство должно будет отправить уведомления о походе своих плавсредств по Северному пути за 45 суток до его начала. В документе требуется указать название военных кораблей и судов, цель, маршрут и сроки плавания. А также перечислить основные параметры водоизмещения, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки. Наконец, сообщить воинское звание и фамилию капитана судна. Также появятся требования и брат на борт российских лоцманов. В случае осложнения ледовой обстановки, именно российские ледоколы должны будут обеспечить иностранным судам проводку. Корабли должны выполнять требования защиты морской среды от загрязнения. В случае возникновения аварийной ситуации или ухудшения ледовой обстановки, командиры должны послать в ближайший российский порт или военно-морскую базу сообщение о происходящем. «Если российская сторона придет к выводу, что судно старое, имеет неприспособленную для ледовых морей обшивку или неподготовленный экипаж, его проход может быть запрещен», — рассказал известием вице-президент Российской ассоциации морского права, профессор Камиль Бекяшев. Атомный ледокол «Вайгач» на пути западного сектора Арктики от Мурманска на Кольском полуострове до города Дудинка на полуострове Таймыр. Источник изображения — фото, ТАСС, Федосеев и Лев. «Если корабль или судно последует по Севморпути без разрешения, российская сторона может применить принудительные меры по его остановке, вплоть до чрезвычайных арест или уничтожения судна-нарушителя», — считает профессор. «Международное морское и национальное законодательство позволяет это сделать, так как судно грожает мореходству, экологии и человеческим жизням», — пояснил Камиль Бекяшев. В мутной воде Представители США не раз заявляли в пику России, что Севморпуть должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Последний раз об этом в 2018 году официально заявлял командующий береговой охраной США адмирал Пал Зукунфт. «Действительно, СМП проходит не только в пределах территориальных вод России, тем не менее, наша страна имеет законное право регулировать судоходство по всему пути», — отметил Камиль Бекяшев. «Это исторически сложившаяся единая транспортная коммуникация, которая считается нашим национальным достоянием», — говорит Камиль Бекяшев. Так записано в законе о внутренних морских водах и территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации. Выходит маршрут за пределы территориальных вод или нет, значения не имеет. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года есть статья 234, в которой говорится, что в морских районах, покрытых льдами, прибрежные страны могут устанавливать более жесткие нормы прохода судов, чтобы избежать предотвращения загрязнения окружающей среды. США оспаривают права прибрежной страны и устанавливают правила провода кораблей в северных широтах не только у России. Они не признают и право Канады распоряжаться арктическими маршрутами. Претензии США в отношении Севморпути уходят корнями во времена Холодной войны. Еще в 1964 году Вашингтон и Москва обменялись нотами протеста из-за попытки американских судов несанкционированно проследовать вдоль побережья СССР. Большие десантные корабли Александра Траковский, Кандапага и Ледокол Илья Муромец, слева направо. Во время похода в Арктические моря. Источник изображения – фото, ТАСС, Федюнин Сергей. Правила прохода военных кораблей нужны, отметил военный историк Дмитрий Болтенков. США свойственно самостоятельное толкование законов, рассказал известиям Дмитрий Болтенков. Так, 11 февраля 1992 года лодка ССН-689 «Батон-Руж» в уже российских водах столкнулась с лодкой Б-276 «Кострома». А с точки зрения США, в момент столкновения «Батон-Руж» была в международных водах. То, что она при этом еще вела разведдеятельность, осталось за кадром. США пытаются нагнетать напряжение вокруг Севмарпути в том числе и по экономическим причинам, отметил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он отметил, что Севмарпуть короче и рентабельнее других маршрутов доставки грузов между Азией и Европой. Потенциально, по некоторым оценкам, по Северному пути могут перевозиться до половины евроазиатских грузов. Речь идет о торговом обороте в сотне миллиардов долларов. США как крупной торговой державе невыгодно развитие российского маршрута. Николай Злобин считает, что усиление контроля России за северными путями может вызвать ответную реакцию также со стороны Норвегии и Канады. Но если США увеличат свое военное присутствие на Севере, это будет противоречить сразу нескольким международным договорам о демилитаризации Арктики и вооружениях в Европе, говорит Николай Злобин. И хотя этот договор не Россия, ни страны Запада не ратифицировали, до сих пор он в основных чертах соблюдался. Алексей Казаченко, Богдан Степовой, Эльнар Байназаров. Право на данный материал принадлежат известиям. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.